В день рождения мы не можем идти к детству, как они могли. Это не плакат. Мы меняем чуть-чуть специфику. А вот, подарок тяжелый, они будут недолго его нести. Да. А, пока едет там, Галинева Макиной. Пока едет подарок, я со своим скромным подарком. Ну, начнем с того, что прилетел он из Иерусалима, вместе с Альбом, который, надеюсь, уютно расположился в вашем кабинете. Это слон. Это слон, первый слон в вашем будущем слоновнике. Да, он освящен, кстати говоря, и так как он из Иерусалима, он сам уже является гарантом вашего благополучия. Ну, я надеюсь, исполняю всех ваших желаний. Так, и ко всему прочему, я вообще являюсь уже романтиком. И мне хочется вспомнить слова Александра Тольского. Мне звезда упала на ладошку. Я ее спросила, откуда вы делаете? Дайте мне передохнуть немножко. Я с такой летела высоты. А потом добавил сверкаем. Слово колокольчик прозвенело. Не смотрите, что невелика я. Я умею делать много дел. Вам необходимо только вспомнить, что для вас важнее всего на свете. Я могу желание исполнить. Я все время занимаюсь этим. Знаю я, что мне необходимо. Мне не надо долго вспоминать. Я хочу любить и быть любимым. И хочу, чтобы не болела мать. Чтобы на этой гористой планете только звезды падали с небес. Были все доверчивы, как дети. И любили дождь, цветы и лес. И, в общем, можно долго продолжать. Там было очень много пожеланий. Но звезда не смогла их все исполнить. Было у нее немного сил. Она погасла. Так вот, я хочу пожелать, чтобы на небосклоне вашей судьбы сверкали только яркие, мощные звезды, которые могли бы исполнить самые заветные, самые сокровенные ваши желания. Спасибо! Спасибо! Спасибо, Галина Валерий. Олег Алексеевич, примите наше самое доброе, самое доброе, самое сиотечественное представление нашей семьи. Вы знаете, вы чувствуете, как мы к вам относимся, к вашей семье. И мы хотим сегодня подарить, вот сегодня очень много говорили, назвали сказку и тайган жемчужинами. Это действительно так. Но мы хотим, чтобы у вас было целое ожерелье из этих жемчужин. Чтобы у вас свершилась ваша мечта, и ожерелье из семи жемчужин было у вашей семьи. Поэтому я, конечно, ну, не мать, я ночью сидела, сидела, и гоготочками вышкарябывала для вас эти пять оставшихся чудес света. Чтобы они у вас сбылись. Знаете, у шампанского есть два предназначения. Когда рождается ребенок, семья выпивает. Но когда корабль пускают в плавание, то его разбивают в шампанское. Вы можете использовать как хотите. Хотите выпейте, хотите разбейте. Но чтобы каждая бутылочка, на которой есть ручная гардеробка, чтобы она была использована, тогда, когда у вас откроется ваша череда жемчужинка. Мы очень вас любим. Спасибо. Спасибо, спасибо огромное, Татьяна. Но теперь я просто обязан, когда такой символ стоит, который должен открыт именно при открытии парка, ну, берегитесь власти. Придется вас кошмарить дальше, пока не дадите разрешения на строительство всех пяти новых парков. А тут и колесей, и зоопарк «Солнышко» в Евпатории, парк «Тигра» в Севастополе, ландшафтный парк «Суворовский» и парк развлечений «Белая скала». Ну, вот как хотите. Но я должен, надеюсь, шампанское теперь открыть только при строительстве каждого парка. Надеюсь, что на это моей жизни хватит. Спасибо огромное всем. Спасибо, друзья. Рональда, а что у нас, какая песня про друзей есть, а? Что-нибудь так вот хорошее? Давай.